Везде полный ништяк. Ну и в основном пели, конечно, тут же репетировали что-то. Но поскольку я умею на гитаре играть, давай я тебе песню спою, а я немножко умею играть, давай я тебе песню спою. И так вот оно пошло, пошло, а вот этот уже близкий какой-то находишь точки соприкосновения, пересечения какие-то. И вот уже как бы новые дружеские отношения завязывали среди музыкантов. Ну и давай там вместе какую-то банду соберем. И вот собрали тогда банду в 1994 году по осени. И нас было тогда, ну, человек шесть. Сын-то назывался Гербари тогда. Мы тогда выдумывали название для команды. И попался в кладовке, просто вот сидел, как же назвать там предложения какие-то. Ну, пошел, а я пошел там что-то по делам в кладовку. И в кладовке лежала коробка, на которой написано было Гербари. Я сказал, вот нормальное название для команды. Ну и мы так просуществовали, как Гербари, аж до 1997 года. Так что Геральдика, она и является преемницей. Просто я, как лидер коллектива, решил, что это название немножко уже устарело. То есть из-за устарело, то есть название поменялось? Из-за повторяющегося названия то, что несколько коллективов по стране я узнал есть. Но интернета не было, телефона не было. Ничего не было. Просто такая какая-то связь. Ну почему вдруг стали Геральдика именно там, а не премьер, 8 кубки? Конечно, утрезают. Почему, почему? Есть один такой ответ, почему Геральдика. Ну потому что, как бы, когда я находился в поиске нового названия для команды, ну скажем так, все в команде символисты были. То есть, и от этого, наверное, я отплясал, что если люди как бы символисты, то это как бы символы, эмблемы, гербы. Если это все вместе, если много гербов вместе, значит это какой-то некий анклав гербов. А если это анклав гербов, то это, соответственно, и есть название науки о символах, гербах, эмблемах. То есть, под общим названием называется Геральдика. Ну, а поскольку, как бы, это все-таки мы не наука, а бренд, поэтому мы как бы пишемся латинскими буквами, а не русскими. Ну, хотя, ну я просто как бы считаю, что это бренд, и его на русском языке писать не стоит. Людей, исполнителей, братьев, которые вешают достаточно глубокие тексты и играют достаточно от сердца, скажем, свою музыку. Очень мало за последнее время тех, кто бы мне понравился. В основном целая куча всякого псевдо-металла, псевдо-рока, псевдо-русского рока. И какой-то между ними все время какая-то существует какая-то непонятная мышиная возня. Я стараюсь от этого всего отстраниться и делать музыку. Так что всевозможные фестивальчики, всевозможные междусобойчики, какие-то там перетиры, передряги, меня абсолютно не волнует. Они как-то стараются от этого отходить. Это не состояние в каких-либо клубах, в каких-либо еще псевдо. Просто не хочется ни орденов, ни медалей. Хочется музыку писать, а не хочется участвовать вот этой вот борьбе. Насколько я понимаю, в Петербурге есть два клуба ленинградских. Один ленинградский, другой Санкт-Петербургский. И еще третья позиция, которая ни к тем, ни к другим не примыкает. Я, пожалуй, займу четвертую. Дорами фасоли осилы, мои музыкальные предпочтения. Семь нот это мои музыкальные предпочтения. Включая диезы. Пусть буду я амбициозным, но плохо тот солдат, который не хочет стать генералом. Я иду нормальными шагами, то есть такими спокойными, уверенными шагами к большим площадкам. Мне совершенно уже не интересуют какие-то маленькие клубы, фестивали, конкурсы самодеятельности и прочее. Потому что я в основном понимаю, что там либо все куплено и вась-вась рука руку моет, либо просто это делается из-за денег. А я не хочу делать конкретно из-за денег и конкретно участвовать в каких-то таких вот между собой. конкретно есть задача играть на очень большой охват аудитории. То бишь мне интересует задача, чтобы наша музыка звучала из каждого окна, как группа кино. Чем больше, не только услышала, а чтобы больше людей понравилось. Поэтому я не вижу, скажем, границ, чтобы наша музыка звучала, скажем, на нашем радио и не звучала на Европе Плюс. Я наоборот бы хотел, чтобы она звучала и на нашем радио, и на Европе Плюс. И там, не знаю, на Радио Рекорд, где там одна попса. И там, не знаю, в каком-нибудь Хэви Мэттл радио. Потому что у меня песни разные. Потому что одна песня тяжелая, другая лирика. Потому что одна песня там, с какой-то там глубокой потенциальной сутью. А какая-то простая, открытая, вообще как грабли, простая песня там. Но она тоже есть. Ее тоже надо играть. Вот мы как бы все это делаем в симбиозе. Может быть, еще в процессе работы. Главное, что вот она идея, она должна выражаться. То есть, когда мы на репетиции что-то делаем, я уже думаю, ага, вот здесь бы хорошо там виолончили скрипку использовать. А здесь бы хорошо там использоваться какие-то компьютерные дела. То есть, наложение эффектов, звуков или диджейства какого-то. То есть, получается, вы не загоняете себя в какой-то определенный формат? Абсолютно. Мы не загоняем себя в стиль. Ой, это вообще шик. Мы не загоняем себя в стиль. Мы не вешаем на себя изначально ярлыков. Мы свободно относимся к музыке. Мы свободно можем играть все, что нам захочется. И как потом, кто повесит какой ярлык, меня особо не волнует на самом деле. Но неприятно, когда тебя не понимают или с кем-нибудь начинают сравнивать. Хотя вот тут прозвучала такая фраза, что мы как бы пост-кино. Я ничего в этом плохого не вижу. Если кто-то так считает, на самом деле, может быть, оно и так. Я ничего не вижу плохого, что, как бы, может быть, это стиль такой теперь новый пост-кино. Хм. Хм..